Всем здравствуйте! Меня зовут Екатерина Гринаш, это программа «Наша экономика», и мы подготовили обзор финансовых новостей за неделю. Празднование Нового года в этот раз под большим вопросом из-за пандемии коронавируса. Некоторые компании уже отказались от корпоративов. Запрет на массовые мероприятия еще не снят. А общепиту разрешено работать только до 11 часов и без организации праздников. В детских садах и школах тоже не будет елок. В традиционных форматах утренники, скорее всего, пройдут без родителей, только для детей. Между тем, некоторые красноярцы уже не ждут снятия ограничений, а планируют праздник в текущих условиях для детей, организуют елки на открытом воздухе и приглашают героев. Взрослые вместо корпоративов наметили посиделки в офисе или в квартире. И специально даже заказывают оформление у декораторов, чтобы создать новогоднее настроение. Больше в этом году просят оформить офисы. Достаточно серьезно оформить. Некоторые заказчики просят тематического оформления, потому что в этих наших сейчас обстоятельствах многие выбирают для празднования площадку, как раз свою территорию, свои офисы. Сейчас очень много снимают загородных домов. Загородных домов там, да, фотозоны. Также на любой праздник мы оформляем. То есть дома, квартиры, офисы. Между тем, организаторы праздников по-прежнему предлагают компаниям устроить корпоратив онлайн, даже с приглашением звезд. Известные коллективы, вокалисты, музыканты готовы петь и танцевать дистанционно. Этот формат многие уже испытали весной. И, видимо, не приглянулся. Сейчас неохотно тратятся на такие развлечения. В основном руководители просто сами записывают ролики с поздравлениями для сотрудников. Есть вариант проведения мероприятий онлайн, но он не вызывает отклика, не вызывает симпатии. В общем-то, ни у организаторов, ни у заказчиков. Оно не дает того ощущения праздника, а это как бы такая обязательно составляющая любого новогоднего мероприятия, которое нам позволит получить мероприятие оффлайн. Поздравления. В офисе будут поздравления, еще раз говорю, это какие-то видеоформаты, которые будут просто рассылаться сотрудникам. Руководство поздравило, руководство обозначило, пожелало, руководство предоставило возможность получения подарков. Это те вещи, которые сейчас обсуждаются. Многие красноярцы, к слову, определились, что отмечать праздник уже будут дома. И некоторые начали подготовку. Кто-то нарядил елку, а кто-то уже приценивается и даже составляет меню для новогоднего стола. Настроение такое, что всем хочется праздника. На днях в городе прошла продовольственная ярмарка. Гости уже присматривали продукты. Многие просто не хотят закупаться в ажиотаж перед праздником и стоять в очередях. А кто-то экономит, если закупается заранее. Вот что говорят о планах на саму новогоднюю ночь. Дома. А иначе нельзя, потому что запрет на все массовые мероприятия. Только дома, в кругу семьи. Что будем делать? Обязательно. И гуся будем делать. Можно было к детям поехать, можно его пригласить. Но, коль такая ситуация, значит, надо выдержать паузу. Ну, дома, наверное, что-то все закрыто. Весь мир из деревянных пазлов. Красноярка изготавливает географические карты из дерева и отправляет их в разные страны заказчикам, которые даже не говорят на русском. Эксклюзивные карты удовольствия не из дешевых до 120 тысяч рублей. Но в кризис дело не остановилось. В мастерской едва успевают исполнять заказы. В чем секрет такого ажиотажного спроса на предметы интерьера, расскажем в следующем сюжете. Вот, например, вот эта карта заказана просто в квартиру, в детскую. Двум детям, там, под интерьер, подобраны цвета. То есть, видите, вот они прям такие вот. Сколько пазлов в одной такой карте Татьяна до сих пор не посчитала. Приблизительно, говорит, не одна тысяча. Чтобы собрать интерьерное чудо, у бригады мастеров уходит две недели. Зато такого до них еще никто не делал. Заказы на необычные карты приходят из Испании и Боливии. Правда, в последнем случае клиентам пришлось отказать. Доставка получилась в четыре раза дороже самого изделия. Наша карта висит в посольстве ЮАР в Москве, например. То есть, ее подарили послу ЮАР Южноафриканской республики, нашу пробковую карту на русском языке. Затем человек, который это сделал, пришел, заказал себе и увез ее в Америку. Такую же карту. Потому что еще наша карта висит у одного министра в Москве, в военном ведомстве. Но у самой Татьяны все по классике жанра. Дома еще нет ни одной такой карты. Девушка не художница и не дизайнер. В прошлом госслужащая. Бизнес начинала в декрете с изготовления деревянных рамок. Потом начала делать такие вот карты. В пандемию, говорит, в мастерской дело не остановилось. Наоборот, от заказов приходится даже отказываться. У нас нет возможности получать вовремя поставки. То есть, у нас задержка материалов. Суть в том, что мы не можем сейчас работать с прежней скоростью, на прежних условиях. И как бы мы сами, большая часть заказчиков мы отказываем. Какой-то уж сильно фантастической со стороны, кажется, история Татьяны с учетом кризиса в настоящем. Но девушка признается, люди поменяли свое отношение к деньгам. Даже в сложное время они покупают то, что приносит радость, эмоции и создает атмосферу. А еще всем предпринимателям теперь интернет в помощь. Это расширяет пул клиентов, позволяет не тратиться на обустройство офисов или магазинов. И пандемия всех к этому только подтолкнула. Строительная отрасль одна из немногих почти не пострадала. От кризиса в пандемию. В этом году сдача домов идет по плану, рассказали в профильном министерстве. Сложности у строителей были, но в основном с набором работников на объекты. Из-за закрытых границ много иностранных рабочих не приехали. Проблему решили, и темпы строительства практически не упали. Кризиса в отрасли удалось избежать во многом еще и благодаря программе льготной ипотеки, которая заработала в апреле. Люди получили возможность покупать жилье от застройщика по низкой ставке под 6,5%. Спрос на квартиру вырос, что позволило компаниям строить объекты и продавать. Риток денег с льготной ипотекой здорово вырос. Застройщики во многих, скажем, особенно успешных компаниях вздохнули гораздо глубже. И я думаю, что будет преодолен этот пандемийный, так сказать, шок. А вот на рынке недвижимости случился резкий рост цен из-за снижения ставок по ипотеке. На фоне ажиотажного спроса взлетела стоимость и вторичного жилья, причем в считанные месяцы до 30%. Сейчас цены пошли вниз, эксперты предрекают затишье. Последние сделки показывают, что продавцы вынуждены сдаваться и снижать раздутые за лето цены. Владельцы однокомнатных и двухкомнатных квартир готовы уступать от 50 до 160 тысяч рублей. На трехкомнатные скидывают больше 200 тысяч рублей, поэтому тем, кто планирует покупку недвижимости сейчас, рекомендуют подождать. Через несколько месяцев рынок остынет и цена квадратного метра станет более реальной. При этом программой льготной ипотеки можно будет воспользоваться еще до июля 2021 года. Покупателей стало мало. Мало того, что те, кто выходят на рынок, им еще и купить нечего, потому что все то, что было по хорошей, ну скажем так, можем сказать, дешевой цене, по той старой цене уже все с рынка недвижимости вымыли. Спрос стал меньше, продавцы еще настаивают на своей цене и как бы вроде, и вот они стоят, 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 их становится меньше и потом уже кто-то, либо покупатель начинает давать больше, либо продавцы начнут снижать свою цену для того, чтобы сделки проводились. В систему образования, похоже, возвращаются занятия по профориентации, где ребята могут примерить на себя обязанности повара, автослесаря, инженера и конструктора. На смену забытым учебно-производственным комбинатам приходят современные центры профориентации. Их создают в регионах страны, на площадках дворцов пионеров или при техникумах в рамках программы нацпроекта «Билет в будущее». Все для того, чтобы ученики уже с шестого класса могли, что называется, пощупать профессию. Профессиональные пробы для школьников проводятся по 34 направлениям. Выбор большой. Информационные технологии, коммуникации, искусство, дизайн, масс-медиа и энергетика. Чтобы стать участником, школьнику нужно зайти на сайт, пройти тестирование и только потом приступить к практике. За всю реализацию проекта участник может посетить 4 пробы, очень много пройти онлайн-диагностик. У него формируется цифровой профиль, он получает индивидуально от каждого наставника обратную связь. И потом в конце, в завершении проекта, в декабре, ему платформа формирует индивидуальную рекомендацию по построению дальнейшего образовательного маршрута. Еще в городе работают специальные центры профессионального самоопределения. Там тоже школьники совершенно бесплатно могут осваивать рабочие профессии. Ребят готовят к соревнованиям WorldSkills, и участники получают свидетельства с указанием разряда и квалификации. Красноярские инноваторы могут рассчитывать на бесплатную помощь экспертов Центра сертификации и стандартизации. Именно там проводят испытания новой продукции и выдают сертификаты на вывод товаров на рынок. Так вот, авторы инновационных разработок ряд услуг по проверке качества могут получить бесплатные. Чтобы обратиться за такой поддержкой, разработчикам нужно прийти в Критбе. Мы говорим именно о качестве, и качество должно быть подтверждено. Мы можем разработать карту технического уровня, сделать это бесплатно для инноваторов, помочь с сертификацией, помочь с разрешительными документами, оформить протоколы испытаний. Все эти услуги, за исключением самих испытаний, мы оказываем бесплатно. Поэтому для новой продукции нужно обращаться в бизнес-инкубатор. А сейчас на очереди блок коротких новостей. Прокуратура проверит суммы в платежках за тепло у красноярцев. Об этом говорится на сайте ведомства. Специалисты намерены оценить, насколько обоснована начислена стоимость коммунальной услуги. А также проверить действия ресурсоснабжающей организации по приему граждан. Пандемия заставила россиян все отремонтировать. И речь не только о глобальном ремонте квартир. Его действительно за время самоизоляции успели сделать многие. Но еще и бытовую технику, компьютеры, автомобили люди стали чаще чинить. Раньше многие предпочитали просто купить новое. Причин несколько выявили аналитики. Это и сокращение доходов, и сокращение ассортимента в магазинах. Заводы простаивали, ввоз был ограничен, выбирать стало нечего. Автомобилисты получают ПТС теперь в электронном виде. Его оформляют на новые российские авто или те машины, которые возятся в страну. При этом бумажная версия автомобильного паспорта также будет действительной. Владельцы сами решат, менять им документ или нет. В электронном ПТС содержится больше сведений, чем в бумажном. И со временем информация будет только дополняться. В том числе и сообщениями от судебных приставов и лизинговых компаний. Это все темы на сегодня. Свои вопросы присылайте нам на электронный адрес с пометкой для нашей экономики. Тратьте с умом и смотрите программу.